Геополитическая ситуация продолжает накаляться. После нападок на Китай Трамп переключился на Мексику. Введение новых пошлин на мексиканские товары стали причиной обвала мексиканского песо и возобновления спроса на безопасные активы. Плана строительства стены на границе с Мексикой Трамп пока реализует в виде экономических преград. С 10 июня начнут действовать тарифы в размере 5% и пошлины будут повышаться каждый месяц до 25% к 1 октября, пока не будет прекращена нелегальная иммиграция через границу. Акции американских компаний на этом фоне упали. Индекс Dow Jones опустился к отметке 24 900 пунктов. Среди лидеров падения акции автопроизводителей General Motors Ford, но больше всех потерял Gap. Как оказалось, многие компании США в обход к торговому конфликту с Китаем искали иные цепочки поставок, и Мексика была одним из альтернативных путей в обход Китая. Но при этом доллар остался в стороне. Инвесторы закрывали сделки на покупку американской валюты, скорее всего фиксируя прибыль перед выходными. График индекса доллара США опустился вниз к отметке 97.90, но вскоре в понедельник покупки возобновятся. Тем более, что был представлен отчет с довольно позитивным содержанием. За апрель месяц объем потребительских расходов вырос на 0,3%, тогда как аналитиками ожидался прирост лишь в 0,2%. Такая информация дает основания думать, что в американской экономике все довольно хорошо. Силу валюты США можно заметить в паре с канадским долларом, где американский актив воспользовался ослаблением позиций коллеги на фоне падения цен на нефть и статистика из Канады. Котировка USDCAD располагается довольно высоко у отметки 1,3520, достигая накануне уровня 1,3560. Согласно опубликованной информации, канадская экономика за первый квартал выросла лишь на 0,4%, тогда как эксперты прогнозировали подъем в 0,7%. Слабый рост намекает на необходимость монетарным властям Банку Канады принять более мягкую позицию. Также обсуждая итоги недельной сессии, нельзя не отметить ралли биткоина. Котировка самой популярной криптовалюты в течение недели максимально приближалась к отметке в 9000 долларов. Криптовалюта по-прежнему остается лишь виртуальной монетой исключительно для спекуляций. Согласно последним данным, на реальные покупки или продажи товаров и услуг с января по май этого года было использовано всего 1,3% всех транзакций криптовалютой. На этом у нас сегодня все, мы желаем вам хороших выходных и ждем вас на нашем канале в понедельник. До встречи!